Большие колеса, фары на крыше и мощные бамперы. Каждый хотя бы раз видел такой внедорожник на улицах города. Часто такие машины приходят на помощь попавшим в трудную ситуацию. Например, вытащить из снежного плена многотонную фуру, которая застряла на подъеме. Иногда подсобить нужно тому, кто сам спасает жизни. Застряла скорая на вызове во дворе. Возможно, там находился больной, не стал даваться подробностей, но не все внедорожники смогли ее вытащить. С помощью лебедки мне это удалось. Я ее достал и вытащил со двора. На сайтах объявлений вы найдете достаточно предложений, где вам помогут за немалые деньги. Но есть приложение Jeep Alert. Это своеобразная группа взаимопомощи, где оказавшиеся поблизости волонтеры придут на выручку. Совершенно бескорыстно. Если немножко углубиться в историю, то Jeep Alert вырос, наверное, из приложения Liza Alert. Поиск людей. Ну и периодически там выскакивают заявки о том, что кто-то пропал. И если необходима помощь в поиске людей именно на пересеченной местности, либо где-то в труднодоступной территории, то мы тоже, ну, стараешься как-то выезжать по мере сил, по мере возможности своей. Kia Sportage, семья с детьми, битком машины, поехали просто прокатиться по лесу. Застряли. То есть автомобиль был вообще не подготовлен. Поэтому через-через ребят здесь мне позвонили. В принципе, я был свободен. Приехал спасать. Внедорожники активно помогают и в поисках пропавших без вести. Однако в скором времени дождаться помощи от таких джипов будет невозможно. Первого июля вступает в силу новый ГОСТ, который регламентирует изменения в конструкции автомобиля. В силу новых правил практически любое изменение автомобиля нужно регистрировать. Будь то там занижение подвески, повышение там подвески наоборот, да, там колеса увеличенного диаметра и так далее. И это, конечно, накладывает определенные неудобства на владельцев, в том числе и полноприводных автомобилей. Изначально документ должен был вступить в силу первого июля прошлого года. После введения нового ГОСТа владелец модифицированной машины должен будет в обязательном порядке предоставить ее на проверку в специальную лабораторию. Однако их число ограничено. Автолюбителям придется преодолеть немалый путь, чтобы согласовать все изменения. Пройти обязательный технический осмотр также не удастся. При остановлении регистрации транспортного средства автомобиль не может эксплуатироваться. До тех пор, пока он не будет возвращен в стоковое состояние, в заводскую. Новые правила коснутся не только внедорожников. Например, оформить придется и установку газобаллонового оборудования. Сейчас по российским дорогам ездят около 150 тысяч машин на газомоторном топливе. Но на этом ограничения не кончаются. Если это сидение не от такого же, как у вас, автомобиля, то есть вообще от другой модели, то вы имеете на это право, однако вам придется устанавливать их в специализированном сервисе, а также регистрировать это все дело в госавтоинспекции. Про запасное колесо снаружи сказано, что оно должно быть установлено исключительно в местах, предусмотренных изготовителем. Все то же самое относится и к аккумуляторной батарее, и к сиденьям. Что имеем в сухом остатке? Регистрации и испытаниям подлежат все нештатные доработки, однако к заводскому дополнительному оборудованию это не относится, если оно сертифицировано для конкретной модели и внесено в ОТТС. Документ, который подтверждает, что автомобиль соответствует требованиям технического регламента таможенного союза. Также все лаборатории нужно будет посещать лично. Опрошенные нами автолюбители назвали новые правила, оторванными от реальности. Впрочем, предпосылок для их отмены на данный момент нет.